Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Вести ФМ, программа «Культурное путешествие», и с вами в студии Полина Ступак и мой собеседник, историк Марат Сафаров. Марат, добрый день! Добрый день, Полина! И в преддверии праздничных каникул мы решили поговорить о городе, который является жемчужиной Золотого Кольца. И хоть это и самый отдалённый из всех маршрутов, но вот на долгие выходные это как раз, мне кажется, очень резонно и важно, и нужно поговорить, вспомнить про этот город. А говорю я о Костроме. Она хоть и находится чуть более чем в 300 километрах от Москвы, но, во-первых, добраться до неё очень удобно и на автобусе, и на личном автомобиле, и поезда ходят, то есть с этим проблемы никакой нету. А с другой стороны, на самом деле, здесь каждый найдёт, наверное, всё, что хочет. Здесь есть и древняя история, богатая событиями, да, здесь и фантастическая природа, здесь и сохранившийся старинный купеческий город. Это и слава крупного ювелирного центра европейской России, а неподалёку, буквально на другом берегу, находится знаменитый Ипатийский монастырь, с которым связано, наверное, одно из самых важных исторических событий. И вообще по этому городу очень приятно погулять, и вот многие его рассматривают как город, в котором там провёл день-полтора и поехал дальше. А на самом деле он действительно заслуживает особого внимания. И вот не зря же легенда гласит, что во времена Екатерины II, когда создавался генеральный план города, то ни один из проектов её не впечатлил. И тогда один из архитекторов спросил государыню, в каком виде она хотела бы, чтобы этот город был. Она так замахнула веером и сказала, ну, хотя бы пусть он будет похож на этот веер. И на самом деле вот расположение улиц, оно напоминает такой веер. И походить по ним, погулять в спокойной, тихой такой обстановке, никуда не спеша, это очень важно, мне кажется. Да, совершенно верно. И кроме того, что в нём такой купеческий след, колоссальный и очень колоритный, в то же время есть и дворянская Кострома. Сегодня, наверное, одним из важных сюжетов нашей программы будет Кострома кинематографическая. И вот интересное высказание для Эльдора Александровича Рязанова, выбиравшего натуру во время съёмок фильма «Жестокий романс», сомневавшегося в Суздаль ли поехать, в Кострому. Очень много он объехал, на самом деле. Да, Ярославль там фигурировал. И всё-таки он выбрал Кострому, потому что он посчитал, что Кострома в гораздо меньшей степени купеческий облик сохранила, нежели дворянский. А поскольку событие беспреданницы, сюжет беспреданницы связан скорее с дворянской Россией, то поэтому он посчитал, что естественные декорации Костромы подходят идеально для этого. Поэтому да, кроме того, природа Верхневолжья и окрестности Костромы, ну окрестности в таком нашем широком русском смысле, потому что из то верст это окрестность, да, это замечательные городки с какими-то чудесными названиями, именами. Калагриф, Нерехта, Судиславль, Галич, Чухлама замечательные. Это же ведь всё ожирели вот этой природы границ Ивановской области, Костромской. Эти старые земли, Кинишма, она вроде бы уже в Ивановской области, но и так или иначе всё равно связана с Костромскими землями. И для весеннего путешествия, майского путешествия, это, конечно, такой идеальный вариант. А я надеюсь, с погодой нас не подведут майские праздники, и это такой самый, мне кажется, один из вариантов проведения своего досуга на этих выходных. Давайте тогда начнём. Мне кажется, у нас сегодня будут такие обозначенные символы этого места, и, наверное, одним из главных символов является как раз Ипатийский монастырь, и я предлагаю начать именно с него. Да, Ипатийский монастырь, конечно, такой центр туристической Костромы и паломнической за последнее время уже Костромы, потому что, как вы совершенно правы, это место судьбоносное для истории России. Причём, если в основном всё концентрируется, все рассказы вокруг XVII века, вокруг смутного времени, забывается немножко о ранней истории Ипатийского монастыря, и то, что Ипатийский монастырь – это не только колыбель династии Романовых, но и обители, связанные с другой царской семьёй. Да, ведь это очень интересно. Пусть там династия не образовалась, царь-то только один был – Борис, но, тем не менее, его предок, легендарный предок, потому что я читал и отрицающий эту версию труды, исследований, подтверждающий её. Ну, речь идёт, конечно, о бардынском происхождении Бориса Годунова и семьи Сабуровых, ещё родственных им. Ну, мы знаем и по Пушкинским строкам, в поэме Бориса Годунова, и вообще вот много таких сюжетов, связанных с восточным происхождением Годунова, с ордынским, с татарским происхождением. Так вот, Ипатийский монастырь был основан Мурзой Четой, или Четой иногда ставят ударение, выходцем из Орды, пришедшим к Ивану Калите, и принявшим на Руси православие под именем Захарий. Ну, Мурзе, я думаю, что нашим радиослушателям хорошо известно по разным программам, историческим, выходящим на радио СТФМ, и часто вот эти сюжеты русско-ордынских связей встречаются. Мурзе – это татарские аристократы. Так, если немножко огрубляя, аналог дворян, или князей, более точнее даже сказать. Так вот, Чета основал этот монастырь, он был, конечно, деревянный на тот момент, но уже достаточно обширный, а позднее он стал украшаться. И вот Годуновы рассматривали, как считается, на всяком случае, такие недоброжелатели Годуновых, да, говорили, вот они посягнули, дерзнули себя именовать княжеским родом, дабы как-то возвеличиться. Но, тем не менее, именно на их средства был вот и каменный отстроен монастырь. Да, и приобщились вот к этой ордынской линии. И, собственно говоря, родители царя Бориса Годунова уже были похоронены в Ипатьевском монастыре. Но как-то вот Годуновская линия, Годуновская история монастыря сразу заслонилась тем, что произошло в 1612 году, когда осенью отрок Михаил Романов со своей матерью, Иннокенемарфой, здесь укрывался от поляков перед поездкой на Земский собор. Собственно говоря, делегация из Москвы, да, в которой был, например, такой интересный деятель, церковный, можно его считать и историком, потому что он автор фундаментального такого сказания, Авраами Палицын. Он тоже был в этой делегации, он был келорем Троицы Сергея Лавры. Вот они прибыли, и там, согласно преданию Иннокенемарфа, несколько часов отказывалась, потому что... Уговоры были долгими, но успешными. Успешные. Собственно, мы помним, как и Борис Кодунов уговаривал. Всех чего-то уговаривали, но все соглашались. Вот, в результате им удалось покинуть потом Кострому и прибыть в Москву. Ну и, конечно, вокруг костромских сюжетов важнейшее событие, да, такое народное событие смутного времени, ну не важнейшее, но, может быть, очень судьбоносное с точки зрения будущего развития нашей культуры. Но понятно, что намёк на сюжет, связанный с Иваном Сусанином. Это всё тоже костромские земли. Конечно, и Иван Сусанин – это такой национальный герой, да, если можно сказать, вот именно Костромы, и ему стоит и памятник в центре города, и очень любят местные жители рассказывать, как это всё вот произошло в те далёкие времена. И, кроме того, существует, я думаю, что всем костромичам известно и многим приезжающим, такое мистическое совпадение, недоброе совпадение того, что и начало, и конец династии Романовых происходило в названиях сходных в Ипатийском монастыре Колыбель, а гибель произошла в 1918 году по вот этому мистическому злому року, в доме инженера Ипатии в Екатеринбурге. Об этом много говорилось в русской эмиграции после революции и как-то в 90-е годы. Ну, вот так сложилось, да, действительно, такое совпадение существует. Но в 1913 году ничто ещё не предвещало гибели империи, гибели династии, и Кострома была... Монастырь, он стал одним из центров празднования трёхсотлетия династии Романовых как раз, да, и вообще все наши императоры очень любили и считали своим долгом посетить это место. Да, причём посещали они его, как правило, дважды, в статусе цесаревича и потом уже, будучи правителями государства. Так вот, в 1913 году Ипатийский монастырь был центром торжеств, сохранилась уникальная кинохроника этих событий, крестоцелование царём Николаем II, публика вся собравшаяся, паломники, которые прибыли, императрица Александра Фёдоровна, вот эта вся очень интересная хроника, она сохранилась, царь жил за пределами монастыря, за стенами монастыря, в специально построенном деревянном доме, и вот, в общем-то, Кострома такой перед революцией последний такой всплеск своего величия и своего значения исторического почувствовал. Но потом другие годы, и в эти годы произошло многое печальное в судьбе монастыря и в судьбе вообще Костромы. Например, Кострома утратила Кремль. Это очень такое, да, роковое событие, потому что всё-таки Кремль – это некое не только, ну что ли, явление зодчества, но и центр, композиционный центр города, что мы знаем по другим древнерусским городам. А здесь вот он был утрачен полностью, был снесён. А вот Ипатийский монастырь, несмотря на его такую монархическую историю, просто концентрированную монархическую судьбу, повезло. Он с некоторыми потерями, но дошёл до наших дней относительно целостно. Кстати, мы говорим про Романовых, а ведь там есть ещё и целый музей, посвящённый этой семье, где всё бережно, ещё основанный самим Николаем, где собираются все вообще данные, вся летопись этой семьи. Да, и Романовых, да, и вот как-то уже начинается потихоньку, потому что Романовы, в общем-то, не являются теперь нашими царями, да, им не нужно каким-то образом семью Годуновых отстранять от истории, поэтому и Годуновская вот эта летопись, она тоже как-то начинает в музейных экспозиционных пространствах как-то вот тоже находить своё достойное место. Вот, например, известно, что одна из церквей и ансамблей Ипатийского монастыря, церковь Феодора Стратилата, она вот посвящена именно была последнему царю из династии Рюриковича и Фёдору Иоанновичу, его жене Ирине Годуновой. Поэтому вот как бы даже композиционно, даже прогуливаясь по монастырю, так или иначе всё, да, да, поэтому вот эти две, а то и три династии, три царские семьи, они взаимосвязаны в этом уникальном месте для нашей истории. Да, ну вот я как раз упомянула про Романовский музей, который тоже является одной из главных достопримечательностей Костромы, но помимо этого, мне кажется, нужно выделить ещё несколько музеев, которые очень интересно посетить в Костроме. Например, мне в своё время очень понравился музей театрального костюма, да, вот те наши радиослушатели, которые увлекаются театром, любят театр. Мне кажется, это вот для них место такое культовое будет. Да, потому что там очень умело и очень со вкусом подобраны экспонаты, они объединены в такие коллекции, например, экспонаты, связанные с жизнью первого нашего русского актёра Фёдора Волкова. Он, конечно, ассоциируется с Ярославлем, с прославленным театром, носящим его имя, но начало его жизни связано с Костромой, и в Костроме это подчёркивают. Это Снегурочка Островского и целое вообще созвездие разных, прямо именно созвездие интересных экспонатов, связанных с постановками Снегурочки. Такая интересная коллекция, она называется «Вся королевская рать». Это костюмы уже ранних советских лет, 20-х годов, но перешитые из изъятого в церквях облачения. Такая интересная, с одной стороны, с другой стороны, наверное, и варварская какая-то история, которая вроде как-то и варварство, и искусство вместе, потому что эти костюмы шли на постановки и западноевропейских пьес, и русских спектаклей, русских пьес, но в 20-е годы не было, значит, возможности найти, и вот позарились уже на святое. Но, тем не менее, как-то прошло время, и как-то уже некоторое успокоение пришло к этому, и теперь это уже воспринимается скорее как произведение искусства именно. Так что очень богатый музей, и по нему не просто походить можно, но и прислушаться к экскурсоводам. Да, безусловно, они же там просто фантастические истории рассказывают, и каждый костюм, он действительно связан с какой-то определённой легендой, с каким-то определённым событием. Да, и очень хорошие отзывы об этом музее, несмотря на то, что... Мы их подтверждаем с вами. Да, мы подтверждаем, несмотря на то, что считается, что это такие малые музеи Костромы в сравнении с величественным Ипатьевским или с музеем деревянного зодча, о чём мы поговорим. Но, тем не менее, музей театрального костюма – это, конечно, такая жемчужина, можно сказать, центральной России. И можно ведь туда сходить, а вечером попасть на спектакль театра, который носит имя Островского. Они как-то и взаимосвязаны между собой, потому что очень многие костюмы и сценография, которая поставлена в театре, она потом, после того, как спектакль прекращает свою историю, она переходит в экспозицию музея. Марат, сейчас у нас будет коротенький перерыв, после чего мы снова возвращаемся в студию и продолжаем наш разговор о городе Кострома. Мы снова в студии. Полина Ступак и Марат Сафаров. И наша программа «Культурное путешествие» сегодня посвящена Костроме. Марат, предлагаю продолжить наш разговор и немножечко про музей и про сам город, по которому можно погулять и знаменитые торговые ряды про них рассказать. Да, вот музей театрального костюма на улице Симоновского, это центр города. Если двигаться по центральной части, можно подумать, что уже находишься в декорациях какого-то интересного фильма, а можно немножко и углубиться в застройку. Конечно, достопримечательность Костромы – это её торговые ряды. Конца XVIII – начало XIX века, вот раз не сохранился Кремль, монастыри торговой ряды как-то выполняют такие функции китов, таких, на которых город стоит. Сейчас идёт процесс восстановления Кремля, он только начался, пока ещё рано говорить об успехах, но уже какой-то такой путь на восстановление, на то, чтобы реконструировать эту часть городской среды, существует. А пока, конечно, в городские ряды, вот эти торговые. А какие названия там? Названия-то какие? Пряничные, хлебные, мясные, шорные. Мы напомним, что шорные – это всё, что связано с лошадью, да, это и упряжи, и сёдла там продавали, и ремни, и хомуты, и вожжи, и различные кожные изделия вот в этих лавках. Мелочные ряды. Мелочные, да. На самом деле сейчас там, ну так, мне кажется, возрождается традиция, потому что там можно найти от старинных монет до современного искусства вещей на любой вкус. Да, он живой, это не музейная зона, это зона торговая, дегтярные были лавки. Сейчас, может быть, этого уже такого колорита нет, но, тем не менее, то, что торговые ряды живут, это, конечно, замечательно. Надо сказать, что вот эта застройка торговых рядов и их архитектурное своеобразие, оно потом повторялось во многих городах, или, во всяком случае, их можно встретить во многих городах. Например, я видел похожие в Касимове Рязанской губернии. Это, ну, такая, что ли, в основной планировке типовая секция купеческой лавки, и каждой лавке соответствует арочный такой пролёт галереи. Вот кажется, что ты из одного в другое входишь, и можешь все покупки осуществить за очень короткий период времени. Поэтому увидеть это такое губернское творение, конечно, обязательно необходимо. Но ведь за пределами Костромы мы, я предлагаю снова вернуться немножко к Ипатьевскому монастырю, потому что, например, по дороге к нему можно попасть совершенно просто и без проблем в два места. Да, это и музей под открытым небом деревянного зодчества, и в музей льна и бересты. Да, музей деревянного зодчества, он за Южной стеной находится. Сейчас, конечно, во многих городах, и маленьких городах, и областных центрах в России копируется такая идея деревянных музеев, куда привозят, реконструируют или строят на пустом месте. Прямо здесь и сейчас различные деревянные здания, храмы, хозяйственные постройки. Костромской музей один из самых старых. То есть, вот идея такого сохранения деревянного наследия Верхней Волжи, она родилась именно в Костроме. Связана она с такими противоречивыми событиями, которые никогда не могут, на которые, вернее, нельзя дать какой-то однозначный ответ «благо это» или какой-то урон. Это строительство водохранилищ, которые, как всегда, да, и с одной стороны приносят очевидные блага цивилизации, но в то же время под воду уходит большое количество плодородных земель и старых городов. Ну, что говорить, сколько мы знаем и произведений на эту тему, хотя бы распутинские, да, произведения о Сибири. Так и здесь, Горьковское водохранилище, уходили под воду многие старые сёла и города. И вот было принято решение тогда... Чтобы это всё сохранить, да. Да, чтобы сохранить это, и из разных селений привозили деревянные, или из селений, которые просто уже исчезали, в которых не было людей. Мы помним хрущёвскую кампанию в борьбе с неперспективными деревнями и так далее. И поэтому из-под Галичи, из-под Соли Галичи, из-под этих чудесных, с чудесными именами костромских городков привозили храмы, например. И вот интересная в этом музее костромском церковь есть, в которой есть такой естественный экспонат. Это так называемое небо. Это свод, обтянутый домотканным холстом с изображением сцен страстей Христовых. Это не фреска, это не икона, а это, можно сказать, холст, который вот так сохраняется. Народное такое церковное творчество. Ну, по-моему, только ради него можно уже посетить этот музей. Безусловно. Причём это интересно как и нашим соотечественникам, так и иностранцам. Там ведь мы должны сказать, что Кострома в последнее время действительно привлекает иностранцев. И там есть что показать и чем гордиться. Да, это вот, ну, может быть, костромичи поправят, но всё-таки, как мне кажется, это какой-то рубикон, рубеж между центральной Россией и уже ощущающимся русским севером. Вот он где-то уже такой дух его и в зодчестве, в чём-то уже начинает проявляться. Но при этом вот какой-то старорусский дух там сохранился. То есть, с одной стороны, 300 километров, чуть более, 300 километров от Москвы, это, с одной стороны, не так мало и не так много, по-разному можно это расценивать, с другой стороны, там сохранился вот какой-то очаг такой настоящей старины. Не стилизованный, да, такой не ярмарочный, а именно духа и церковного зодчества, и бытового, много там и хозяйственных постройок вот в этом музее, и амбаров, и бани. Вот, например, бани в Костромских землях строили всегда на курьих ножках, всегда они... Да, 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 чтобы не подтапливало весной. Не подтапливало весной, потому что и Волга здесь уже достаточно полноводна, и река Кострома, собственно, и Патийский монастырь, кстати... На пересечении этих двух рек. На пересечении, да, двух рек. Поэтому очень красиво и как-то хорошо задумано, что музей деревянного зодчества прямо за монастырской стеной из монастыря выходишь и сразу окунаешь в мир русского деревянного искусства. Вкратце мы упомянули о музее льна и бересты, это тоже заслуживает внимания, и тебе расскажут, как это всё зарождалось, какое производство было, а уж какие совершенно фантастические вещи там можно приобрести, льняные, настоящие. Это вот просто, что называется, должно у каждого быть, мне кажется. А ведь земли-то рядышком расположены, ну, собственно, в самой Костромской области, а рядышком Ивановская, житница нашего русского льна. Так что, в общем, всё не случайно. Безусловно. Марат, на самом деле в Костроме очень много мест вот таких, да, куда нужно вот просто пойти. Я поэтому и сказала, что там нужно потратить не один день и не бегом, а очень так вот спокойно, имея в запасе много времени посмотреть, походить. Но я предлагаю такой сюжет, вот как вы уже озвучили, кинематографически вспомнить. Ведь действительно, Кострома, она была декорациями фильмов для очень многих режиссёров. Вы назвали Эльдара Александровича Рязанова, а ведь здесь ещё и «Два капитана» снимались, и «Анна на шее», и «Ревизор», и «Борис Годунов», ну куда же, да, и «Снегурочка». Ну, то есть вот на самом деле из десяток фильмов уж точно наберётся. Да, и «Юность Петра» в 80-м году Сергей Аполлинач Керасимов выбирал сцены бунта стрельцов, собственно, в естественных декорациях, хотя понятно, что стрельцы бунтовали в Москве, но как-то вот всё органично в Костроме происходило и снималось. Правда, конечно, жители других русских городов, старорусских городов, городов Золотого Кольца спорят с костромичами. И правы и те, и другие. Смысл спора в чём? Вот, например, какой-то фильм снимается и заявляется, он был снят в Костроме. Он, конечно, был частично снят в Костроме. То есть, какая-то часть фильма, фрагментов, натурных съёмок была именно в Костроме, а какая-то в другом городе. Поэтому здесь можно эту пальму первенства разделять. Но есть всё-таки фильмы, которые в значительной мере на костромской материале, на природе, на пейзаже основаны, которые уже можно считать сугубо костромскими. И, конечно, и фильм «Борис Годунов» уже вами отмечены. Но, казалось бы, а где ещё его снимать, как не в родовых «Покоя Годуновых». Это одна из последних ролей Сергея Фёдоровича Бондарчука как актёра. И одна из первых ролей для многих поклонников Фёдора Бондарчука будет, наверное, удивительным, потому что как-то фильм не прозвучал, перестроечные годы начались, и разные неприятности в судьбе Сергея Фёдоровича. И как-то этот фильм так по большим экранам прошёл быстро. И многие не заметили, что младшего Годунова играет Фёдор Бондарчук. Поэтому это замечательная картина, такая историческая, насыщенная. Мне кажется, многим сейчас пересмотреть захочется. Да, да. Это очень хороший фильм. Он как-то концентрировано. Там музыка подобрана, как-то и церковность присутствует. Такое концентрированное погружение в перипетии этого сложного времени. Ну и Снегурочка, куда же? Конечно, ведь, кстати, нужно сказать, что там есть и терем Снегурочки, причём он функционирует круглогодично. И даже летом, когда жарко, очень все любят посещать вот эту вот ледяную комнату, где температура всегда минус где-то 20, а то и больше. Там тебе дают тулуп, чтобы ты не замёрзла. Но на самом деле это тоже такое некая экзотика. С одной стороны, с другой стороны тоже вот наше такое русское изобретение. Да, но Снегурочка – это вообще как-то вот символ Костромы зимой и летом, что называется. Круглогодично. А из фильмов для меня было открытием, что дебютный фильм Сергея Соловьёва был… мне почему-то казалось всегда, что это «Сто дней после детства». Мне так казалось, с очаровательной Татьяной Друбичей. Вот с этого якобы и началась у меня, да, кинематографическая такая история Сергея Соловьёва. А на самом деле, конечно, это не так. Так, в 1971 году ещё Соловьёв снимал в «Костроме» фильм «По горькому», «Егор Балычёв и другие». Ну, уж там «Кострома» и в сюжете, и, в общем, всё способствовало тому, да, чтобы она была целостно показана. С Михаилом Ульяном в главной роли, и Вячеслав Васильевич Тихонов там, и Фим Капелян. Очень хороший фильм, тоже как-то немножко подзабытый. Уже много лет прошло, более 40, поэтому тоже его пересмотреть вот я лично очень бы хотел в самое ближайшее время. Причём ведь интересно смотреть фильмы того времени, сравнивать просто то, что ты потом увидишь воочию. О Костроме, повторимся, если не брать кремлёвскую вот эту потерю, да, потерю ансамбля Кремля Костромского, сравнительно повезло. И многие улицы, снятые Соловьёвым или снятые Герасимовым, в разные годы уже более чем 30 или 40 лет прошло, да, с тех пор, тем не менее, они узнаваемы. И узнаваемы, и вот погулять по ним, как я уже сказала, одно удовольствие, причём эта прогулка, ещё раз повторю, должна не спеша проходить. А сейчас снова у нас короткий перерыв, после него мы возвращаемся в студию и продолжаем наш разговор. Мы снова в студии. Полина Ступак и Марат Сафаров. И наше культурное путешествие сегодня проходит по Костроме. Марат, я предлагаю от кинематографического сюжета немножко перейти к, с одной стороны, театральному, с другой стороны, литературному, и с третьей стороны уже поговорить о Костроме-Дворянской. Имею я в виду, конечно же, усадьбу Островского. Да, Щелыкова, многим артистам малого театра, вообще работникам, сотрудникам этого театра нашего. Известно это место, потому что очень долгое время оно было такой летней дачей, летней местом отдыха актёров и во многих мемуарах Корефеев. В основном актёров малого театра. Да, именно малого, да. Корефеев малого театра, Царёва, Гоголева, Яблочкина. И вот в них упоминается их поездки в Щелыково. Ну, как-то вот само всё сошлось. И вроде бы и Островский, да, малый театр, театр Островского. И, собственно, в его усадьбу актёры устремлялись. Хотя территориально, особенно тогда, в середине 20-х века, было достаточно сложно. 120 километров. От Костромы. От Костромы. И гораздо ближе к Кинишме Ивановской. Но вот опять же, это пограничие Ивановско-Костромской, оно было достаточно условным, поэтому из разных мест с разными путями ехали, но дальше начиналось блаженство. Собственно, сам Александр Николаевич Островский, впервые побывав в Щелыково, он не сразу его полюбил. Вернее так, он в один день уже его и как-то и не полюбил, и в конце дня полюбил так, что на всю жизнь там практически остался и в буквальном смысле, и скончался Островский в Щелыково, и похоронен он, и его семья, представители его семьи на кладбище около Никольской церкви. Несколько лет назад их могилы были отреставрированы, и сейчас в таком великолепии можно наблюдать это. С одной стороны, вроде бы находящиеся на лоне русской природы, но с другой стороны, такое сдержанно монументальное пространство этого некрополя. Поэтому как-то вся жизнь уже дальше складывалась. Он её сравнивал и с Швейцарией, и с Италией, говорил, что ничем не хуже здесь у нас пейзажи. И многие пьесы его, ну, в разных работах литературоведческих разное число упоминается, ну, значительная часть, скажем мы так осторожно, да, пьесы Островского созданы на Костромской земле. Так или иначе, да, он либо замысел зарождался, либо наброски были написаны, а какие-то пьесы были и созданы прямо вот там. Да, и его дом-музей, конечно, ну, такой центр этой усадебной жизни. Сейчас вокруг Щелыкова возрождается и курортная жизнь, и вообще для Костромской области характерно развитие туристической инфраструктуры сейчас, причём в таком именно эконом даже часто сегменте, и хостелов, и малых таких частных гостиниц, и много курортных мест, и поэтому, собственно, в Солегаличе, например. И в Щелыково тоже, в общем-то, очень хорошо можно отдохнуть, то есть не просто приехать туда, но и остаться там на какой-то более продолжительный период времени. Да, тем более, что просторы Костромские позволяют и даже обязывают к этому, а в самом музее очень многие спрашивают, а что здесь сохранилось со времён Островского, и на самом деле, ну, практически всё. Практически всё, да, потому что усадьба всегда как-то хранилась в том смысле, что она была далека от каких-то мест войн, ей повезло в 20 веке, и во время Гражданской войны как-то уцелело всё чудом, и Великая Отечественная война была далеко отсюда, поэтому, в общем-то, как-то вот всё сохранилось, а аутентичность – это барский дом. Ну, Александр Николаевич барин, он, конечно, демократ и в том смысле, что луч света в тёмном царстве его, да, но, тем не менее, такая усадебная жизнь, вся уклад, весь уклад её, ну, соответствует его статусу и его положению, поэтому это, конечно, погружение в такую барскую жизнь, аутентичную, опять же, да, нестилизованную Щелыкова, конечно, с удовольствием можно осуществить. И я ещё вот подумала о том, что ведь действительно, приехав к Кострому, окрестности этого города, вот они настолько достойны внимания, что вот просто из Костромы не уедешь, а если ты там провела, допустим, ну, окей, день-два, то поехать по окрестностям и в тот же древний город Гарич съездить, да, это вот, мне кажется, очень хороший такой вариант отдыха. Особенно сейчас, в это время, потому что как-то весна у нас затяжная, и, наверное, на майские праздники вот в эти сейчас дни уже такое пробуждение природы будет происходить прямо у вас на глазах. Поэтому, конечно, с большим удовольствием можно увидеть ещё леса непокрытые, да, листвой. Такое зарождение природы, да, наша русская природа. То, как она просыпается. Как просыпается Волга, она уже освободилась от льда давно, но, тем не менее, вот то, как природа Верхневолжья во всей красе весенней своей перед вами предстаёт, это, конечно, можно увидеть за пределами Костромы. Поэтому это такое, может быть, в чём-то круговое путешествие, потому что можно из Костромы выехать, посмотреть какие-то основные ключевые достопримечательности, поездить по городкам маленьким вот этим вот очарователям Костромской земли и вернуться обратно в Кострому, и увидеть что-то то, что вы отложили для себя. Потому что очень насыщенно, конечно, своими памятниками Кострома. В этом её огромный плюс. И ведь на самом деле, даже если ты просто вернёшься в город, и вот к нашему герою, сегодняшнему Костровскому, есть и беседка Островского, хотя в тот момент, когда он там находился, её не было, этой беседки, но, тем не менее, именно с этого места он наблюдал все эти красоты, пейзажи, и, можно сказать, даже замыслы какие-то у него там зарождаются. Да, а беседка-то, кстати говоря, вот эта Волжская, она ведь и в фильме «Жестокий романс», дебютантка, да, Лариса Гузеева, там, значит, беспреданница, собственно, вокруг этой беседки бегает со своими спутниками. Там много сюжетов, кстати, вот чёткий, кинематографический никак не отпускает, там и такие сюжеты на грани и трагического, и драматического, ведь можно было потерять нашего замечательного актёра Андрея Мягкова во время съёмок «Жестокого романса» именно на «Волге», потому что, как известно, вся вот эта съёмка, которая в кино вроде выглядит в течение нескольких буквально мгновений, могла стоить ему жизни, поскольку, ну, там, можно разные там технические, если не вдаваться в подробности, фактически он мог утонуть во время этой съёмки. Причём там технически это было очень всё сложно, хотя середина 80-х годов, 84-й год, но, тем не менее, что-то было не просчитано, и он до сих пор вспоминает этот фильм как своё второе рождение. Поэтому, в общем-то, кинематографические сюжеты Костромские, они очень-очень многослойные, скажем так. Ну, а если немножко от этого отойти, и, например, я знаю, что очень любят дамы туда ехать, потому что это и ювелирная такая столица, да, ювелирный центр, там есть и совершенно потрясающий музей ювелирного искусства, и те экспонаты, которые там представлены, они просто фантастические, настолько всё очень тонко всё это сделано, все эти фигурки, да, вот одно удовольствие за этим наблюдать. Да, причём в русском стиле, но не а-ля рус, не вот в стиле каком-то стилизованной ярмарочности, а именно в народном, который основывается на искусствоведческих исследованиях. Ну, может быть, это какой-то дворянский стиль отчасти, может быть, какой-то купеческий, какие-то купеческие реплики, но, во всяком случае, вот те дизайнерские коллекции, которые представлены в музее и в магазине, которые можно и приобрести, да. Причём цены очень радуют, надо сказать. Цены очень радуют, да, это отечественное сырьё там используется, поэтому, в общем-то, и отечественному производителю можно поддержать и самому порадоваться, и подарить своим прекрасным спутницам. Поэтому много чего в Костроме, и, конечно, русская кухня, это отдельный сюжет, мы его часто затрагиваем. Мы можем, у нас есть немножко времени, мы можем чуть-чуть про неё рассказать. Да, потому что пост закончился, и сейчас во многих местах в Костроме уже такое меню переходит потихонечку на летний сценарий, да, и это и зелёные щи замечательные. Я видел, в меню многих заведений уже появляются. И, конечно, то, что связано с рыбной, с рыбными блюдами. Я только хотела сказать, вернувшись к Островскому, ведь он очень любил рыбачить и ходил и с удочкой, его часто можно было увидеть на берегу Волги, и вот как раз рыбное блюдо какое-нибудь попробовать там, мне кажется, очень нужно. Да, и особенно, ну, считается так, что на различных турбазах вот за пределами Костромы замечательно уху готовят работники этих мест, какие-то вот такие загородные дома отдыха, особенно частные, которые сейчас процветают. Причём говорят, что женщин к приготовлению ухи нельзя допускать. Допускают, да, и там работники, они часто даже не являются поварами, а часто ведь как? Не профессионал готовит лучше, чем профессионал. Не обижай профессионалов, конечно. И вот разные работники технические, они по просьбе отдыхающих готовят уху, и это, конечно, незабываемое впечатление. Верхняя Воложка, уха с овощами, с хорошим картофелем. Я, кстати, ещё хочу упомянуть Костромской сыр. Костромской сыр – это нарицательное. Его, когда происходит какая-либо подделка чего-либо, это говорит о том, что бренд стоит того, да, спрос огромный, что уже пытаются нарушить. Многие в качестве сувенира оттуда вызывают сыр. Да, потому что Костромской сыр готовят, но он не запатентован, собственно, я не знаю, насколько он запатентован или нет, вернее, по Вологодскому маслу известно, там уже целая традиция уже. С Костромским сыром уже, наверное, можно его и запатентовать, потому что, конечно, это бренд Костромской области. Марат, у нас закончилось время, я благодарю вас за нашу беседу сегодняшнюю. И я предлагаю всем нашим радиослушателям, если погода позволит, а я надеюсь, что это будет так, запланировать себе поездку, просто собраться, встать пораньше, преодолеть эти 300 километров, чуть более, и себе устроить такую совершенно потрясающую экскурсию в старинный город Золотого кольца и его жемчужину в Кострому. Марат, ещё раз спасибо. Спасибо, Балина. И всех с праздниками. Спасибо, взаимно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова